МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадиокампании Гомель. У студии працуя Наталья Игнаценка. Глядите ух этим выпуску. Кветки усмешки веншаванни. Сегодня у Гомеля прошел урочистый прием у гонор 8-го соковика. Завсёды на варте сёння своё профессийное свято значают белорусские правоохоуники. Калі прыдзе вялікая вада, регіон рыхтуецца до макчымай паводкі. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Для самых лепшых сёння у залі Гомельска хромадско-культурнага центра сабраліся жанчыны, каба трымаць чырая веншаванні с надыходячым вясеннім святам. Нават надворю гэтый дзень змяніла настрой. Із неба нарэшці святіла сонца. Також соняшна і радісна було і на мероприємстві. Маріна Сіверянова доведалася про імёны пераможців конкурсу «Жанчына хода». У фаїх громадско-культурнага центра сабраудны квітнік. На свято сабраліся жанчыны з усіх кутків Гомельщіны. Павітра пронизана радістю і хваліванням. Не так часто жанчынам отримлюється выделіць час для сябі. Але гэтый чаруну вечір докладна толькі іх. І мушыны спішаюця повіншаваць не толькі присутніх дам, але і усіх жанчын з пригожим вясеннім святам. Женщини роботають абсолютно на разных должностях. І вони роботають в дуже різних сферах. І вже навіть не можна назвати той професії, де жінчина б не проявила свої уміння. Це дорогого стоить. Ви євляєтесь замечательним примером. І хочеться, щоб на самому ділю вас була завжди минутка на вас, на вашу сем'ю і на ваше личне счастье. Поэтому с праздником, с 8 марта, і пусть этот день всегда буде для вас ярким і солнечним. Амаль 150 дам – дзельницю конкурсу «Жанчына года», який пройшов у сями номінаціях. Серед дых, паспяховый кераўник, материнская слава, господиня села, сірце отдаю людям. Конкурс «Жанчына года» объединяє женщин разных поколений і женщин разной трудовой деятельности. Но самое главное, он объединяє женщин, которые неравнодушны к своей стране, к своей семье і к своим людям. Поэтому я говорю слова благодарности руководству Гомельского облсполкома і всем-всем женщинам, которые своё время, своё внимание уделяють не только семье, не только работе, но и общественной работе. Пускай у каждой семье царит любовь і уют. Наверное, в любой номінації, в которой сегодня женщина представлена, нужно искренне любить то дело, которое ты делаешь. Любить, уважать людей, которые с тобой работают. Ну и делать все дела на благо своей страны. Урочистый початок свята. Шаронная живая музыка, а на великим экране неверогодные пригожості жанучшие в образы. Затым на сцену выходят у дельницы конкурсу «Зуся горы Ейона». Привитальное слово и веншование для их кучать от старшини Гомельского облаконкама Геннадия Соловья. Мы поранейшим будем здесь снять высокородные учинки для цедовных дам. Будем дарить вам кветки. Назавжды застанется надзийным плечом, на якого можно обапертися и за якого можно сховаться. И со святом вас, поважаю. Затым хвалююши в изначение переможца у номінації «Поспяховый керавник» перемога досталась редактору газеты «Маяк по лесу» Галине Шаученко. У номінації «Материнская слава» перемогла мать-выховальница отдела аддукации Ельского района Татьяна Сенгаевская. Такая выховывает десятерых дятей. Переможца у номінації «Жанутша доблесть» медсестра Хонницкой районной больницы Марына Тарасовец. За активную громадянскую позицию узнагорожена директора Мазырского лицея Инна Лагун. Статус господини села у наместника директора филиалу агрофирма имя Лебедева, предприемства «Гомельэнерго» Олеси Кривицкой. У номінації «Сердце отдаю людям» лепшей стала халунную раджу Гомельской областной туберкулёзной клиничной больнице Наталья Журавлёва. Я в своём ежедневном труде, конечно же, учитывая то, где я работаю. Постоянное общение с пациентами, с их родственниками, с коллегами. Конечно, частичку себя отдаёшь каждому этому человеку, с кем встречаешься по жизни. Переможцей у номінації «Духовность и культура» стала директор картины галереи Гаурыла Вашенки Людмила Шымбалёва. Просто любить свою работу, любить то дело, которым ты занимаешься. И самый главный мой девиз – дарить радость и искусство людям. Як докладно означу в своём звороте до женщин Геннадь Соловей, вельми хочеться, каб родные женщины были здоровыми, их думки – светлыми, а житё наполненная радостными падеями. Варена Северьянова, Сергей Камкоу, телерадоя компания «Гомель». В регионе шмат соправдных героинь, працавитых, инициативных, творчих. Их досягнень и поспехи становятся темой артыкулов и сюжетов. Наши корреспонденты познайомились с Аленой Волковой, працавницей коммунального сельско-господарчого предприемства «Суткова». Она – одина на Гомельщине Жанчина, якая працует на персональном тракторе. А про того, ей належит рекорд по протяглости работы механизаторам. Подробязности – далее в сюжете. За рулём трактора «Беларусь» была россиянка, отшивая себе вельми комфортно. У Хойницкий район она переехала каля 30-ти годов тому. Ранее працавала водителем машины, а лео в Беларуси её и пропоновали пересесть на трактор. Кажется, что за 28 годов работы Николе об своим выборам не пошкодовала. Я раньше на машине работала, а сюда вот мы переехали, мы же с Россией переехали, вот считайте, 30 лет уже почти. Директор тут был, он говорит, Лена, у нас водители зимой вообще без работы, а ты, ну, иди на трактор, у тебя всю жизнь будет постоянно работа. Так вот я и осталась, и осталась, и у нее работа до сих пор. Гэтый трактор у ее пятый полику, але перши персональны. Лена Волкова отрымала его 4 годы тому подчас областных дажынок. Машина и зараз, як новая. Подчас проезду нашей сдымашной группы у Судкова провярали техничный стан трактору, а таму все механизаторы знаходзелися на мехдвары. Пакули работы не вельмы шмат, але худка весна и нагрузка значна повяличатся. Лена Волкова спачатку будет допомагать вязковцам у посадцы бульбы, а потом працаваць на палетках. Кажа, любую работу выканая якосно. Керовництва господарки об этом ведая, а таму водгуйки об женшине-трактористе только станучая. Она исполнительная на любой работе. При какой-то поломке устраняя быстро и четко быстро выезжая на поставленную задачу ей. Особенно работы делая, сено просуя, солому просуя. Любые работы, которые мы ставим, Елена Викторовна, я вам скажу, что молодец. За время работы никто не скажет, что какое-то замечание ей дать. Сегодня Алена Волкова одзина и нагумелищине жаншина-тракторист. Причим по профессийным мастерствам ничим не соступая коллегам-мужчинам, а часто працюя навод лепш за их. Я ще одна риса Алены Волковой. Ставлення до техники. Трактор повинен не только прихожа выглядать, але и завсюду працаваць докладно, як швейцарский годинник. Я люблю, чтобы она все-все работала и она была в отличном виде. Потому что она же кормилец. Если не будет работы, значит, ты будешь без работы. Я люблю свою работу. Олег Сентюров, Александр Лупиненко, Валерий Гапанько, Телерадио Компания, Гумель. Протягиваем выпуск. Сегодня в Беларуси отзначают День милиции. Свою историю я наадличываю с 1917 года, когда Михаил Фрунзе был назначен начальником милиции Усероссийского земского союза по охове правопарадку в Минску. Значность органов правопарадку особливо выразно проявилась и в минулом годе, когда разговора шла не только об стабильности громадства, но и национальной безопасности державы. Супрацовники милиции выполнили свой долг, проявивши при этом мощность, стойкость и высокий профессионализм. 104-летняя история правооховников у Воголя мая шмат славных сторонок. В 20-х годах минулого ста годе они смагались с бандитизмом подчас Великой Айчинной воевали на фронте, потом допомагали одновлять разборанную господарку. Сюда ж можно додать уделу ликвидации наступства Чарнобыльской катастрофы и боротьбу со злочинностью у лихие 90-е. Дякуючи супрацовникам милиции, сегодня грамадяне Беларуси могут спокойно жить и працовать. Хочу поздравить коллег, ветеранов, сотрудников органов внутренних дел с этим прекраснейшим праздником. Пожелать наикричайшего здоровья, благополучия, семейного счастья, всегда быть в строю, достойно защищать честь и достоинство своего отечества, быть преданными своему долгу. Яны оховывают наш спокой. С днем Беларусской милиции у всех, кто мает дошинение до этой нелегкой службы, повиншовал прокурор Гомельской области Виктор Морозов. Поговорка «Моя милиция меня бережет» актуальна, как никогда. Вы все помните события осени прошлого года, когда на улицах у нас было неспокойно и жители города Гомеля и других городов боялись выйти на улицу. Так вот, благодаря слаженной работе органов внутренних дел мы сегодня видим порядок и безопасность на наших улицах. Поэтому хочу от имени сотрудников прокуратуры выразить благодарность нашей Гомельской милиции за то, что мы сегодня спокойно ходим по улицам, за то, что сегодня безопасность, здоровье и имущество наших граждан находится под защитой. С веншаваньями до профессийного свята гости завитали и до супрацовников АМАП. Активисты Белорусского Республиканского Союза молодей приехали до ведомостного будинка урочистой колонной с державными стягами. Разом с ними подяковать супрацовникам милиции за их штадионную працу пришли и представники самой молодой громадской организации краины патриоты Беларуси. Сустреча протягнулася у актовой зале где гости представили концертную программу для бойцов. У подарунок малюнки и сувениры одного ученца у Центра Дитячей Творчести. Сегодня в День Белорусской Милиции Союз Молодежи Молодежь Советского района Молодежь всего города поздравляет сотрудников с замечательным праздником. Мы верим в то, что вы действительно вместе с нами мы будем тоже вместе с вами вы настоящие патриоты вы для нас герои мы хотим на вас равняться и сегодня мы приехали концертной программой с маленькими сувенирами с маленькими подарками чтобы показать что молодежь в Белоруссии будет на вас равняться и действительно ценит и любит вас. Широе виншование и слова подяки изменились церемонии и узнагороджения. Лепшие супрацовники ОМАПу гонор профессийного свята отримали подяки нагрудные знаки за бездакорную службу и юбилейные медали. До виншования у супрацовников милиции с их профессийным святом долучились корреспонденты записали их пожадания на улицах города. Поздравляю с профессиональным праздником. Желаю также находиться на страже как всегда и защищать нашу Белоруссию. Прежде всего здоровья и с честью выполнять свой долг. Это люди чести надо признать. Я вот к ним ходил на праздник. Очень бравые ребята все молодцы и действительно можно гордиться тем, что у нас такие ребята служат в милиции. Терпение, здоровье и всего-всего. Что можно еще пожелать? Главное здоровье. Я хотела им пожелать терпения, здоровья, сил, профессиональных успехов во всем. И дай Бог здоровья их семьям и спасибо, что они такие у нас. Вот нашей милиции белорусской я по праву могу гордиться. Всех благ, как говорится, мир без преступников. Хорошей службы им, всего им хорошего. Сегодня старшиня Следующего комитета Республики Беларусь Иван Наскевич наведал завод Гомсельмаш. Под час рабочего визита он провел прием громадян, ознайомился с работой предприемства, а так само погутарил с коллективом. Подробностей у наступным репортажем. Гомсельмаш предприемство саправды уникальное. Его история гады упарты працы и отданности своей справе, які зарабили завод мощной и стабильной вытворчастю. Иван Наскевич ознайомился с досягненнями, оснащенностью и перспективами. Техника Гомсельмаша выкликала ширый интерес. Еще одна нагода для визита у Гомель это поспехи мясовых правоохоуников. По выниках минулого года региональное управление Следшого комитета стало лепшим у республицы. Иван Наскевич наведал завод разом с гомельскими коллегами и отзначил, гэта специалисты наивысшейшого узровню. По нашим критериям оценки эффективности служебной деятельности управление Следственного комитета по Гомельской области завершило 2020 год на первом месте. Это лучшее подразделение в стране. Они заслуженно победили, за что мной были руководители управления в качестве поощрения вручены ключи от нового автомобиля «Джили Атлас» для следственного управления. Наступный этап визиту – непосредное знакомство с деятельностью завода. У цехах работа кипить. Тут же неадрывно от рабочого места проходят сустреча с коллективом. Темы для гутарки, адвыника у себеларускага народного сходу до унутрипалитычного становища. Иван Наскевич назираў за падеями, які отбываліся на заводзе ў жниў минулога года і падягаваў работнікам за іх трывалаць ў нестабільной ситуаціі. Яны ў свою шаргу задавалі пытанні об протестах, мітынгах, радыкальніх телеграм-каналах і адказнасті для тых, хто іми керуе. Какова дополнительная мера, з вашей точки зрения, составны государства ўсна быть применена к владельцам таких каналов, дабы заблокіруаць і прекратіць эти потоки? Атказ старшыні Слэчага Камітэта адназначны. У правоахоўнікаў ёсцэлый спектар метадав, каб прытягнуць злачынцаў до адміністратывна і крымінальна адказнасті. Дарэчы, гучнае крымінальнае справы на глебе палітыкі асобнае тема для размовы. Абгэтым Иван Наскевич падрабязна рассказаў не толькі завадшанам, але і журналістам. Уголовное дело возбуждённое в отношэні граждана Тихановскава і ёго сообщнікав адно із наиболі абйёмных і значамых уголовных дел, которые сейчас находятся в производстве Главного следственного управления Центрального аппарата следственного комитета. Расследование уголовного дела уже подходит к концу. Нами сформирован объём обвинения Тихановскому і его сообщникам. Целый ряд эпизодов преступной деятельности соучастников уже выделены в отдельное производство, направлены в суды, і в том числе мы имеем уже обвинительные приговоры. Иван Наскевич відшупевнены. Конструктивный диалог поміж правоохоуниками и грамадянами повинен протягиваться. Каб фундамент, на яким стоїть громадство, аби утривалым и стабильным, потребны сумесные намагання. Миколай Скінтьян, Игорь Маришенко, телерадиоакомпания «Гомель». Сегодня у Гомеля обмерковали готовность региона до макчимой поводки. Накольки складанной будзе ситуация, поколь немакчимо спрагнозовать, але подтопленні дамо уже отзначаются. З выводами специалистов ознайомилися наши корреспонденты. Бадай самой складанной для Гомельской области была поводка 2013 года, коли подтопленными оказались амаль шесть тысяч подворков. Все лице такая ситуация не прогнозуется, але, каля 30 заяв от дому уладальников обнаемности воды у дамах уже зарегистровано. По великим рахункам все буде залежить однодворье. Что тишиться ближайшого тыня, и оно поводковым з'явам сприять не буде. Все, конечно, зависит от очень многих факторов, в том числе температурных, но, вот как показывает предстоящая неделя, температурный режим будет такой, что ночью будет подмораживать, земля будет мерзлая, днем будет очень такой небольшой слабый минус. Это довольно-таки сильно, благоприятно влияет на отсутствие высоких уровней поводковых вод. Разом с тем на областной селекторной нараде обмерковываются у все махчимые варианты. По коль самым серьезным можно лишить становища у Петриковском районе, где есть вероходность подтопления автодороги. Плюс на пойму вышел Днепр на Лояшшине. Готовность местов для махчимой эвакуации населенства, створение резерву харчевания у проблемных районах, наявность спецтехники. Преподрыхтутся до махчимой поводки дробя зелнема. Тем более, что многое будет залежать от ситуации у соседних краинах, отколь может прийти великая вода. Это факт так само необходимо обовязково уличить. Мы ожидаем сегодня увеличение уровня воды в наших реках. Почему? Потому что достаточно количество снежного покрова даст этому возможность увеличения. То ли это российской стороны по тех реках, которые Данепр, или это на сегодняшний день Припять, которая с предгория Карпат вытекает. Поэтому понятно, что здесь мы должны быть готовы. Наибольсночная нагрузка при ликвидации наступства поводки придется на две службы – жилево-коммунальную господарку и областное управление Министерства по незвышенных ситуациях. По словах вортовальника у Яны до борьбы со стихией полностью готовы. Необходная техника есть, а постоянные тренировки допомогают поддерживать у особого состава необходимый профессионный В настоящее время Гомельское областное управление МЧС полностью готово к поводковому периоду и, конечно же, к предстоящему пожароопасному периоду. На сегодняшний день сформировано пять сводных отрядов, которые готовы выехать в течение определенного времени в любую точку Гомельской области и, конечно же, нашей республики. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Это атак самая новинная информация об проектах телерадиокомпании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Усего вам доброго и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Гомеле двое нетрезвых мужчин добровольно испытывали на себе пневматическое оружие и оказались в больнице. Утром в одной из многоэтажек по улице Богдана Хмельницкого двое друзей распивали спиртные напитки. Хозяин квартиры похвалился недавно приобретенной им пневматической винтовкой. Решил показать оружие в действии и предложил другу выстрелить ему в спину. Друг недолго думая отошел на несколько метров от собутыльника и нажал на спусковой крючок. Затем хозяин винтовки выстрелил в спину приятеля. В начале 11 утра мужчины уже находились в приемном покое Гомельской областной клинической больницы, так как пули застряли в теле и требовалось хирургическое вмешательство. Друзья не в обиде друг на друга заявления в милицию писать не стали. Участковую винтовку изъял и направил в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области. В ходе проведения экспертизы была проведена экспериментальная стрельба, в результате которой было установлено, что дульная энергия представленной винтовки увеличилась в два раза. По результатам разборки винтовки установлено, что ее боевая пружина заменена на усиленную боевую пружину, что и привело к таким результатам. Винтовку отнесли к категории пневматического оружия для любительской стрельбы и спорта, так как энергия выстрела не достигла предельно допустимых значений. В Будокошелевском районе задержали мужчину, который проник в здание бывшей школы и похитил сварочный аппарат. По предварительной версии, 20 февраля неработающий 27-летний житель деревни Теклевка проник внутрь здания бывшей школы в соседней деревне Радеева. Постройкой пользуется местный фермер. Злоумышленник разбил стекло, проник внутрь помещения, откуда похитил 100 метров кабеля и сварочный аппарат. На следующий день хозяин имущества обнаружил пропажу и обратился в правоохранительные органы. Нарушение правил эксплуатации печи теплогенерирующих агрегатовый устройств одна из наиболее частых причин возникновения пожаров за последние месяцы. Предположительно, из-за этого накануне загорелся частный дом в Гомеле по улице Сосновой. Сообщение о пожаре поступило около часа ночи. Спасатели ликвидировали его, однако огонь повредил кровлю, потолочное перекрытие и имущество обошлось без пострадавших. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Стартовали с побед. Гомель и Металург одержали викторию в первых матчах нокаут-раунда хоккейной экстралиги. Столивары сумели отыграться со счета 0-2 в гостях у Динамо молодечно. Динамовцы забросили на экваторе первой старте второго периодов. Отличились Кузьмин и Грецкий. Попытки гостей отыграться были тщетными до 48-й минуты, когда Журня первым оказался на добивании и сократил отставание. За 50 секунд до окончания основного времени матч в овертайм перевел Михнов. В большинстве форвард подправил шайбу в хозяйские ворота после прострела Останкова. На шестой минуте дополнительного времени Тополис за ворот выбрасывал шайбу на пятак. Та в свою очередь угодила в галкипера Динамо, после чего отправилась в ворота. 3-2 победа Металурга. Гомель в домашнем матче против Гродненского Немана также был в роли догоняющего. Гости открыли счет на восьмой минуте. Отличился Зацепилен. Рысьи отыгрались быстро, Скоринов уравнял цифры на табло. Второй период остался за хозяевами. Бойко и Скоринов сделали счет 3-1. На 49-й минуте Пищальников вернул интригу в матч. Правда, ненадолго. Камбович спустя 40 секунд вернул хозяевам преимущество в две шайбы. 4-2 победа Гомеля. Вторые матчи четвертьфинальных серий проходят сегодня. В Бобруйске состоялась республиканская спортыкиада детско-юношеских спортивных школ по стрельбе из лука. Команда Гомельского областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта стала победителем в общем зачете. Гомельчан три награды отличились девушки. Налина Малаева, Ирина Ромашко, Ольга Садовникова и Екатерина Ильенко выиграли командный турнир. В личных состязаниях Арина Малаева взяла золото-бронза у Ирины Ромашко. Клинки Полесья соберут в Гомеле спортсменов со всей страны. Открытый республиканский турнир по фехтованию на рапирах стартует 5 марта. В спорткомплексе по улице Портовой сильнейших будут выявлять юноши и девушки в трех возрастных категориях. Завершатся состязания 6 марта. В Бресте проходило первенство страны по баскетболу среди девушек 2008-2009 годов рождения. Команда Гомельской области удачно выступила на этом республиканском старте. Подопечный Марина Минкевич привезли домой серебряные награды. Победили баскетболистки из Гродненской области. Замкнули тройку сильнейших – минчанки. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова